С каждым годом дальше от нас Великая Отечественная война. И все больше значат живые свидетельства о героизме фронтовиков. Один из тех, кто мужественно сражался с немецко-фашистскими захватчиками, наш земляк Василий Васильевич Вертель. Именно он встретился с ребятами в славянской 12-й школе. Почти 78 лет прошло с того дня, когда отгремели бои Великой Отечественной. И в том, что красный флаг взвился над поверженным Рейхстагом в Берлине, символизируя Великую Победу, есть заслуга каждого солдата и офицера. Именно они поставили точку в самой кровопролитной за всю историю человечества войне. Один из фронтовиков, кто не только бился с неприятелем, но и самоотверженно работал в мирное время, Василий Васильевич Вертель. Он продолжает вести работу по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Ветеран рассказывает ребятам о своем боевом пути, который начался, когда ему еще не было и 18 лет. Особенно много для него значит Сталинградская битва. Танки шли, за ними шли бронемашины, а за машину мы шли мотоциклы с Юлькой, три человека, с пулеметом, с автоматами. Вот вы представляете, шли против нас на правлении Сталинграда. И вот мы встретились с Паурусом. Наша задача была удержать 5-6 дней для подхода основных сил. Основных сил подхода. Мы это выполнили. Начался первый бой мой 19 июня 42-го года в станице Чернышевской. Это граница Ростовской и Сталинградской области. Река Чир. Вот эта станица переходила дважды в руки. После разгрома немецкой группировки в Сталинграде были бои за освобождение Ростовской области, Донбасса и Крыма. Тяжелейшие штурмовые бои за Севастополь. Победы в Белоруссии, Литве, Восточной Пруссии. Разведчики его взвода неоднократно выполняли задания в тылу врага. Ученики словно окунулись в те далекие грозные годы. Затем Василий Васильевич ответил на вопросы ребят. Они читали для него стихи и дарили свои рисунки. Кстати, ребята, эту книгу помог написать внук, правильно? Да. Видите, сколько всего. Для школьников было большой честью пообщаться с настоящим фронтовиком, пожать ему руку. Нам сегодня в школу приехал ветеран Великой Отечественной войны. Он рассказал нам о своем боевом пути. Для нас эта встреча навсегда запомнится. Мне очень понравилось. Он рассказывал все поэтапно, как это все начиналось и чем закончилось. Где он был во время победы. Василий Васильевич Вердель. Он был ранен четыре раза и всегда возвращался в свою армию. А также сегодня он нам рассказал о том, как происходило его сражение. Мы никогда не общались с ветераном Великой Отечественной войны и мы навсегда запомним эту встречу. Ребята были очень рады встретиться с ветераном Великой Отечественной войны. И это событие им запомнится надолго. Для нас это очень радостное и удивительное событие. То, что Василий Васильевич Вердель, которому уже почти сто лет, нашел силы приехать к нам в школу и рассказать, что происходило на фронте. Я еще никогда не встречался с настоящим ветераном Великой Отечественной войны. И тем более не разговаривал с ним. Это останется у меня в памяти на всю мою жизнь. Такие, как это, встречи с ветеранами – отличная возможность узнать про войну от людей, которые видели ее своими глазами. Именно фронтовики заложили нравственные ориентиры беззаветного служения Родине, которые сегодня передаются внукам и правнукам. И мы должны быть благодарны солдатам Победы за их подвиг. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».